Аркадий, меня интересует проблема, давняя проблема и сложная проблема взаимоотношений между сценаристом и режиссёром. Ну, что касается меня, то вот на всех 16 фильмов, которые у меня вышли, я встречал только очень тонких, умных, всё понимающих и очень талантливых режиссёров, и я хочу, чтобы они это все сейчас вот слышали. Да, я понимаю, да. Вы хотите, чтобы у вас ещё вышло 16 фильмов? Ну, хотелось бы вообще, честно говоря. Я понимаю, да. Но, в общем-то, мне как сценаристу на эту тему, сценарий и фильм, близка такая, ну что ли, байка, которую мне рассказали в начале этого года, который, как вы знаете, год по восточному календарю, год мыши. Мыши, да. Значит, сидят две мышки в фильмохранилище. Сидят и грызут плёнку, киноплёнку какого-то фильма. Вот они грызут, грызут её, одна другая говорит. Ты знаешь, а сценарий был лучше. Да. Ну и последнее, пожалуй. Аркадий Инин начинал свою литературную работу как автор юмористических рассказов. Насколько мне известно, вы и по сей день не бросаете этого занятия, и я попрошу Аркадия Инина что-нибудь нам сейчас и прочитать. Прошу. Рассказ из киножизни. Называется «Мы-то с вами понимаем». У режиссёра Никина, кроме всех обычных неприятностей, была ещё одна, сосед, который знал всё про кино. Да, говорил сосед, и сразу становилось ясно, что он знает всё. Наблюдал я ваш фильм, просматривал. Вот, к примеру, то место, где они с коней и под колёса. Печатляет, волнует даже. Тех, кто в кино не бум-бум. Но мы-то с вами понимаем, комбинированная съёмка. Скачут на бревне, падают на матрасик, а колёса с Курского вокзала подклеили. В следующем фильме режиссёру удалось уговорить актёра выпрыгнуть из машины за метр до пропасти. Счастливый режиссёр до потери плёнки снимал падающий в пропасть автомобиль и ещё более счастливого актёра, отделавшегося лёгким заиканием. Да, если кто не понимает, одобрительно говорил сосед, так и придраться не к чему. Но мы-то с вами знаем, пропасть сняли на Кавказе, машина-игрушка, человек-чучело и склеили. В очередном фильме режиссёр упросил актёра срубить сук, на котором тот сидел. Это обошлось режиссёру в две крупные суммы – за срубленный сук и за сломанную ногу. Сосед был в восторге. Поразительно закручено, но мы-то с вами понимаем, сук-то деревянный, но нога-то синтетическая. И тогда режиссёр, потеряв веру в торжество экрана, привёл соседа на съёмочную площадку. Там страшным пламенем пылал дом, любовно подожжённый со всех сторон. Здорово, понимающий, сказал сосед. Отличный макетик. Нет, застонал режиссёр. Дом настоящий, даже кооперативный. А, значит, огонь ненастоящий, понимающий, подмигнул сосед. Режиссёр дико вскрикнул и подтолкнул соседа к пламени. Сосед деловито пощупал огонь и, понимающий, сказал. Сосед деловито пощупал. Сосед деловито пощупал. Сосед, комбинированный, а сжётся. Режиссёр глянул в его понимающие глаза и, не простившись со съёмочной группой, шагнул в пламя. Последнее, что он услышал, были слова соседа. Смотрите-ка, полная видимость творческого горения. Но мы-то с вами понимаем. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова